Когда мы сходимся с другим человеком по делу, в отношениях каких-то личных и так далее, мы сходимся с одним человеком в определенных обстоятельствах. Здесь вы человеку доверились, здесь вы с ним согласились что-то делать, как-то вместе дальше какую-то часть жизни пройти. Но дальше-то мы же будем все меняться. Вы как бы смотрите на человека, вы коммуницируете с человеком, начинает меняться, вы спрашиваете, я, может, поменяться тоже должен или должна, а почему он меняется. И вы начинаете думать об отношениях. То, что проблема состоит в том, что люди пришли, писали документы, стали мужем и женой, или партнерами по бизнесу, или работодателем и сотрудником, и после этого кажется, что все дальше будет происходить. Да нет, все будет меняться дальше. И главное, чтобы эти изменения были комплементарны, чтобы обе стороны изменения, меняясь друг друга, поддерживали, усиливали и так далее. Для этого должна быть коммуникация, для этого должно быть внимание партнеру. У него сегодня одна идея, другая, после того, третья. Если вы не внимательны, он через пять фаз измененных собственных планов перернется к вам, скажет, а ты со мной еще? Вы скажете, конечно, мы же подписали. Он скажет, нет, и до свидания. Все, и нет работы. И так же в отношениях, и во всем. Продолжение следует...